Если дети не слушаются своих родителей, это может привести к весьма неприятным последствиям. Я хочу рассказать вам одну историю, которая произошла в городе. Впрочем, не стоит туда очнять его название. По-моему, это могло произойти в любом другом. Кому из нас в детстве хоть разок не хотелось, чтобы родители перестали, наконец, читать нотации и все запрещать, и можно было бы делать что душе угодно. Это потом, повзрослев, поумнев и набравшись опыта, мы поняли, что делали они это исключительно для нашей же безопасности. А тогда запретный плод был так сладок. Пожалуйста, не думайте, что я буду читать вам лекцию о вреде курения. Вы же и сами знаете, что этого делать нельзя. Героям сказочной повести Сергея Михалкова праздник непослушания удалось на себе почувствовать, к чему приводит такая вседозволенность. Ребятам понадобились всего лишь сутки, чтобы осознать, в какой беде они оказались, оставшись без родительского присмотра. Нужно, чтобы они поняли, что нам плохо без них. Бежи, извините нас за то, что мы мили себя плохо. Самый главный мотив этого произведения, чтобы дети и взрослые находили всегда общий язык. Если возникают какие-то разногласия, все равно надо прийти к тому, что мы друг без друга не можем. Дети без взрослых, а взрослые без детей. Потому что мы должны друг друга всегда любить, уважать, понимать и чтобы всегда царил в доме праздник. Несмотря на то, что актеры учатся всего лишь в третьем классе, за их плечами уже множество сыгранных спектаклей. В творческом объединении «Окна» все они участвуют уже третий год. И к каждому выступлению тщательно готовятся, хоть это и не всегда легко. Для меня было сложнее всего переключиться, войти прям в роль, чтобы понять этого героя. Он очень сложный. Я с многими героями сталкивался в своих спектаклях, но это для меня показалось самым сложным. Самое тяжелое было это запомнить, за кем я иду, за кем моя реплика, когда выход и найти реквизит. Когда мы репетировали и кто-то забывал, начинал импровизировать. Было очень смешно. Молодцы ребята, сыграли как настоящие артисты. Очень приятно было смотреть в роли таких малышей. Действительно большая заслуга классного руководителя и самого руководителя этой студии. Словом, спектакль прошел на ура. Напоследок зрители отблагодарили артистов продолжительными овациями. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Витнетро.